Человек, когда ему трудно, он должен вспомнить эту истину, что рано или поздно он окажется в объятиях своего самого близкого от существа, нашего Творца. И помня об этом, человек может и выкарабкаться из силы ошибок, которые разрушают жизнь. Ну, то есть цель человеческой жизни — это знание. Если спросить, допустим, себя, почему я так страдаю, есть только одна причина — это незнание, отсутствие знания. И если, допустим, спросить себя, почему я не сплю ночью, что мне не хватает для того, чтобы заснуть, то причина только одна — отсутствие знания. Но если знание уже есть, тогда человек засыпает, и стресс проходит. Ну, то есть нужно понять эту истину, что сейчас нет смысла думать о прошлом. Если я думаю о прошлом, я разрушаю свою жизнь. Прошлое уже не вернешь. Все, что было, мы потеряли. Но и пусть, то есть, ну и пусть это важно, потому что если ты как бы потерял что-то в жизни и с этим не можешь согласиться, тогда ты потеряешь свою жизнь еще заодно. Человек, который не согласен с потерей, которая пришла в его жизни, он теряет свою жизнь. Почему надо согласиться с потерей? Потому что всегда знание ценнее. Ну, то есть, мы как бы, а все, что понято с трудом, то мне дороже. Знание ценнее, чем событие, которое со мной произошло и разрушило мою надежду. Я хотел такого именно человека. Я точно знаю это. Но проблема заключается в том, что знания не хватило. Но это не значит, что будущего нет. Потому что если в прошлом оказался тот человек, которого ты хотел, то не значит, что его нет в будущем. Знание дает человеку фундамент. Но только в том случае, если он соглашается с тем, что сделала с ним судьба. Но если он не соглашается, дальше разруха в жизни. Я видел много разрушенных людей. Люди не могут из депрессника выйти по несколько лет. Начинают пить наркотики, потом самоубийство. Потом у меня есть один знакомый, который молился за своего сына. Несколько лет он был наркоманом. Потихоньку побеждал его судьбу. Но не дождался окончания, так сказать, процесса. Он покончил жизнь самоубийством, написал, ничего не получается. Зачем? Потому что он не дождался просто. Таким образом, нужно понять вот эту истину. Цена усилий тяжелая бывает иногда. Но жизнь нельзя, есть вещи, которые нельзя делать. Например, нельзя погружаться в прошлое. Если человек погружается в прошлое, он теряет не будущее, он теряет жизнь. Погружение в прошлое называется депрессия. Депрессия означает, у тебя развиваются там раковые клетки внутри. Гормональный сбой идет у женщин. То есть означает бесплодие уже. Какое-то может быть частичное, может быть не частичное. Кто-то знает, насколько сильно депрессия пошла в сердце. Депрессия означает разрушение жизни тех, кто рядом с тобой. Это родители прежде всего, твои братья и сестры. То есть они смотрят, ничего не могут с тобой сделать. Ты руши их жизнь, потому что они живут твоим счастьем. И ты таким образом и себе портишь жизнь, и им портишь жизнь. А все почему? Потому что ты не согласен терять то, что ты уже потерял. Но это неправильное мышление, потому что потерь никаких нет. Мы живем вечно. Если даже говорить об этом человеке, если, допустим, вы... Вот я вам скажу одну истину, которую трудно принять сейчас. Может, первый раз пришел на лекцию, и я такие сокровенные вещи говорю. Можно подумать, что я точно, как там в интернете пишут, вот такой человек из-за этой фразы, которую я сейчас скажу. Но я ей все равно скажу. Если вы почувствовали, что вы потеряли очень ценного человека, который должен быть рядом с вами, это значит, что он будет рядом с вами, но, скорее всего, не в этой жизни. Потому что мы живем вечно, и, зная это, человек не должен грустить. Обязательно будет дан еще один шанс. Но не в этой жизни. А если вы захотите в этой жизни, тогда вы потеряете жизнь. Потому что в этой невозможно. Для того, чтобы был дан еще один шанс, человек должен потерять память о том, что произошло. А эта память теряется только после ухода из тела. Как замок все происходит.